Да, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, хотя наша конференция посвящена в основном системным лечениям, фимиотерапии, эндокринотерапии, таргетного лечения, иммунотерапии, но история лечения многих опухолей, в том числе молочной железы, начинается с хирургии. Ну вот, я немножко упомянул древние подходы к хирургическому лечению. Но, вот скажем, появление операции Холстеда, разработка этих операций, она послужила не то чтобы эволюционным, но таким толчком к более адекватному лечению рака молочной железы. Дело в том, что до Холстеда выполнялись разные вмешательства, но, как правило, они не касались региональных лимфоузлов. И основные рецидивы были из подмышечной, подключечной зоны, ну и, конечно, изделение молочной железы. И вот это вмешательство резко изменило ситуацию. На 80% сократились риски местного регионального распространения опухоли. И, видимо, понимая и воспринимая так вот, что с помощью хирургии можно многого добиться, ну, конечно, не было там ни химиотерапии, ни каких других, ни даже лучевой терапии. И ряд исследователей, Урбан в Америке, но фамилия настоящая Урбанис, он из Прибалтики, и Семен Абрамович у нас в Советском Союзе, разработали операцию, которая касалась последней возможной зоны распространения парасторнальных лимфоузлов. Дело в том, что вот после широкого внедрения Холстеда операции многие рецидивы исходили из парасторнальной зоны и надключечной зоны. Она как бы не контролировалась, потому что нормальной лучевой терапии не существовало. Вот внедрение этих операций, конечно, изменило ситуацию в лучшую сторону. И надо сказать, что вот для того времени и других вариантов улучшений не было просто. Не было нормальной лучевой терапии, химиотерапия практически не проводилась и так далее. Но когда вот уже после, а я был как бы исполнителем, в том числе и в этой работе, много выполняли расширенных операций, там не всем это разрешалось. И вот когда посмотрели уже позже, через десятки лет эффективность этого лечения, то оказалось, что вот в эру только локального лечения десятилетняя выживаемость не превышала 30%. Вот Руслан Майлович здесь, да, значит, канцередист, да. А пятилетняя была 50%. И не то, что мы упрекли, мы сами вот это все выполняли. Нет, просто не было других вариантов. И обследование, вот скажем, исследование последних лет, 17-го года, показывало, что 75% переживает 10 лет. Это при том, что резко сократились объемы операций до агносохраняющих операций, до пластики. Ну, будет специальный доклад Петра Владимировича, это даваю оценку, что без системного лечения, конечно, такого прогресса просто не было бы. Но, тем не менее, когда уже появились информации о экспрессии рецепторов стероидных гормонов, иммуногистохимии, все еще выбор системного лечения основывался на классификации ТНМ. Вот там вторая стадия, третья стадия, значит, начинать с какой-то химиотерапии, но какого-то специального выбора, который уже позже основывался на фенотипе заболевания, на потипах, на определении рецепторов стероидных гормонов, все еще не было. И вот только после анализа, который, ну, в общем-то, это и раньше, в 2016 году уже как бы закон для выбора адъюантного системного лечения. Очень важно, что, скажем, данные по программе СИР, американская программа, когда собирает результаты всех пациентов, леченных в США, там, за 5-10 лет, и оценивает значение вклад скрининга и вклад лечения. Так вот, парадоксально, что при, вот, первой строке, люминальных обухолях, отрицательных Н2, значит, лечения и, как бы, ответственность за снижение смертности на 64%, то есть больший вклад скрининга. И, наоборот, при трижды негативных опухолях, последняя строка, если, как бы, это и есть надежды, то в том случае, если выявляется благодаря скринингу скверх минимальный опухоль, ну, скрининг – это опухоль меньше 1 мм. Значит, это, как бы, подчеркивается, что, к сожалению, вот, при трижды негативных опухолях возможности системного лечения все еще ограничены, и поэтому вся надежда на сверхраннее выявление. Хотя и даже при ранних формах там все не все так просто. И еще очень важно, что, когда мы ориентируемся на иммуногистохимический потип, то надо понимать, что, вот, если оценивать по молекулярной генетике, то, что, вот, выполнил Чарльз Перу, хороший наш знакомый, который приезжает на наши конференции, и «Белая ночь», и вот он, в Сочи был, ну, Лиза Карри – это клиницист, тоже известный специалист. Когда посмотрели уже по ПАМ-50, то выяснилось, что среди так называемых фер-2 позитивных, три плюса, на самом деле разнообразие других потипов. В частности, даже если исключить пациентов с рецептором, гормонного рецептора позитивными опухолями, выясняется, что истинно фер-2 экспрессирующих опухолей не превышает половин, 51%. Таким образом, когда мы ориентируемся на таргетную терапию, надо иметь в виду, что мы, и по иммуногистохимии, мы имеем с разнообразным видом опухоли, и поэтому это объясняет частую неэффективность таргетной терапии без более детального исследования. Ну, а не говоря о гормонтерапии, 90% – вот только что был большой митинг в Оксфорде, ну, вот летом, в котором мы были, Ричард Питта и вся его команда пересматривали все препараты по получению пациентов без относительного медленно-лечения. Казалось, что 90% пациентов имеют рецептор позитивной опухоли. Но если вот брать эту группу, где экспрессия рецептов стероидных гормонов не превышает 9%, то выясняется, что на молекулярном уровне они ничем не отличаются от рецепторов негативных. То есть фактически назначение гормонтерапии там как бы бессмысленно. Но даже вот те классификации, которые мы раньше использовали, мы видели, и когда планировали неодевантно гормонтерапию, я вчера там немножко говорил, то от 40 до 60 пациентов, этих пациентов тоже не отвечают на гормонтерапию, хотя мы выбирали там уже такие пациентов в посменопаузе, там с медленно растущими опухолями, с позитивными теми и другими рецепторами. Ну и вот эта работа, которую мы в свое время провели, в 2007 году опубликовали. Выяснилось, что только при пересмотре всех этих, только при люминальном А есть какая-то тенденция в пользу эффективности ингибитофароматаза и вообще гормонтерапии. А если брать вообще всю группу люминальный БЭТ, здесь отличий, в общем-то, нет. Ну, хотя все-таки эндокринотерапия, нетоксичное для них лечение, это тоже очень важно. Ну, Евгений Ильич, немножко уже коснулся и все другие, что очень много, и все больше мы определяем тех мишеней, которые говорят о резисентности, о нечувствительности и первичной, и там приобретенной, и где терапия неэффективна. Но когда это касается распространенной опухоли, это видно и клинически, и это видно и при методах изображения. А если это мы назначаем адювантно, после, на 5 лет, и теперь уже на 10 лет, длительное лечение, которое, как выясняется, вот при наличии мутации, Евгений Ильич, что это упоминал, СР1, то есть эти пациенты нечувствительны к ингибиторам отаза. И что вот очень важно, вот первая строка, что вот это наличие этой мутации можно определять и по плазме, то есть опухоли как таковой уже нет, она удалена, и мы не знаем, когда наступит резистентность. А вот если это контролируется плазма и определяется мутация от этого гена, то, в принципе, надо было бы прекращать. Но, к сожалению, это вот одна-две лаборатории показали, а нет, вот как бы, воспроизводимости этого теста. Это дело будущего, но, в принципе, это позволит значительно удешевить и более направленно назначать это лечение. Но всем известно, вот если назначить, допустим, пульверстрант или назначить ингибиторы циклинозависимых киназ, то, конечно, эффективность выше. И вот этот, кстати, слайд приводил, где научили, видно, что если мутация не наступила, то никакого преимущества пульверстранта над ингибиторами нет. Только при надежде мутации там выявляется, то есть отсутствие эффекта ингибиторов ароматазы и более высокий эффект. Ну, как бы, все, что касается гормонозависимых опухолей, то есть много предложений в течение уже 10 лет. Вот, онкотайп ДЭКС, например, которую эксперты, сами говорили, она всегда поддерживает, и другие. И в последнее время, вот, раньше это не принимали, но сейчас это обсуждалось и на АСКО, наверное, и в Сан-Антонио, правда, не было, что все-таки вот этот тест тоже очень важен, потому что другие показатели выживаемости при низком или высоком риске по этим тестам. Ну, к сожалению, вот эти тесты, они чрезвычайно пока дорогие, дорогостоящие, и вот так вот практически мало где внедряются. Хотя в Америке, там, вот, Гатайп ДЭКС входит как бы стандарт, и поэтому число пациентов, которые сейчас получают одиуанту и химиотерапию, резко сократилось, потому что многие пациенты фактически нечувствительные, среди центра позитивных опухолей, нечувствительные химиотерапии, нет необходимости. Кстати, многим врачам и провайдерам это не нравится, потому что резко сократилось число центов, закупающих химиепрепараты. Но так это и вот есть. Ну, и теперь, переходя к сердопозитивным опухолям, как бы здесь очень такая важная ситуация, что почти одновременно больные с четвертой стадии, распространенные заболеваниями, неоадивантные, иадиванты проводились почти в одно и то же время. Но все они показали, что таргетная терапия, конечно, значительно меняет ситуацию, и уже там не три года живут, а уже там и 10 лет теперь показано, и больше. Вот, если точно определена, как бы вот эта вот экспрессия Тет-Ба, вот по тем тестам, которые я говорил. Ну, вот, наверное, кто был в Сан-Антонио, Тетя Владимирович, потом расскажет, сообщалось вот это исследование Катарина, где пациенты с резидуально-остаточным заболеванием после неоадиванного лечения рандомизировались на получение иммуноконлегата и тростозумаба. Ну, и как бы данные показывают, что ТДМ позволяет улучшить результат. Я вот даже написал вопрос во второй группе, а почему тростозумаб в контроле без химиотерапии? Ну, вообще, мы не видим, чтобы без химиотерапии, таргетная терапия работала. Эта группа такая в числе. А они уже получали тростозумаб до начала, до операции. Вот. Ну, тут как бы много можно еще задавать этих вопросов. Ну, и последнее, то, что касается иммунитета, очень обстоятельные были доклады. Вот. И много. Вот немцы сейчас занимаются. Крисанг Денкерц, Сибилла Лойб. Вот. Мы начали в институте это исследовать. Там много вопросов, много неясного, но уже видно, вот даже по первым таким нашим исследованиям, первый этап, только что недавно отчитывался на ученом совете, что все-таки пациенты с высокой инфильтрацией, у них лучший прогноз. Исследование препаратов, которые подавляют, чекпоинт ПДЛ-1, ну, у нас исследуется от Азалиузумаб в международном исследовании, мы видим, что некоторые опухоли резко уменьшаются, там, исходно, местно распространенные, но мы не знаем точно, получали ли они именно от Азалиузумаб, что все вслепует. Вот. Ну, и заключение, чтобы я сказал, что вот эти все переводы, что для нас сейчас очень важно, понимая, что вот ингибиторы, допустим, циклезависимых, киноз, МТОР, там, или ингибиторы Экспресс-ХЕР-2, тростозумаб, допустим, и прочее. Все-таки, или поиск, значит, что не все пациенты чувствительны, хотя это очень высокие препараты, и необходимый поиск маркеров, предсказывающих чувствительность к этим препаратам, чтобы максимально как бы определить группу, кто действительно выигрывает этих препаратов. Это удешевляло бы само лечение, и, конечно, большее число пациентов получили бы адекватную терапию. Спасибо за внимание. Ну, всех приглашаю на лечу. Спасибо. 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 Спасибо.